13.05 в Кирове на 101.0 программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. И сегодня напротив меня сидит депутат УЗС Дмитрий Русских. Дима, добрый день. Да, Юля, добрый день всем слушателям. Прекрасного радио, тоже прекрасного дня, хорошего настроения. Взаимно. Я сначала предлагаю закончить тему, которую обсуждали мои коллеги Светлана Занько, Олег Прохоренко, сегодня в дневном развороте. Вот строители и риэлторы призывали покупать квартиры, говоря, что сейчас самое дно и самый выгодный момент, чтобы прийти и купить. Ты в это время громко возмущался в редакции. Почему возмущался? Ну, во-первых, я не возмущался. Я просто сказал свою точку зрения о том, что строителей я там в эфире не слышал. Там, по-моему, были только риэлторы. Мне так показалось, кто поступал. И они кричали, вот срочно берите деньги и сейчас прямо бегите, в этом году покупайте квартиры, потому что в следующем году или там в семнадцатом они снова все очень сильно подорожают. Вообще, как бы, произойдет полное безобразие. Рынок будет там пустой, все скупят. Ну, такая, знаете, очень нетипичная для Эхо Москвы реклама там продаж, мне показалось. Но хочу сказать свою точку зрения. Я считаю, что мы никакого дна еще не достигли. Значит, надо четко понимать о том, что один из самых больших провалов в рынке это будет строительный рынок. Значит, при этом я хочу сказать, что вернее всего, что цены уже к тем, которые у нас были безумные, я считаю, для города Тирова цены, мы никогда уже не вернемся. Точно так же, как и не вернемся к нефти, которая стоила когда-то 140 долларов за бар. Ну, нет некоторым вещам обратного возврата. Это был перегретый рынок, доступные деньги, ну, все в жизни рано или поздно приходит на свои круги. То, в принципе, я больше понимаю, что эта ситуация с нашим рынком, недвижимости вообще там, да, в стране, и в том числе в городе Кирове, он будет походить на испанский рынок, который 10 лет назад рухнул, очень значительно, и до сих пор к нему не вернулся. То я думаю, что никаких возвратов обратно к безумным ценам квадратного метра, которые были в первую очередь в городе Кирове, потому что меня больше всего он интересует, я думаю, что никогда не будет. Дима, если мы еще не достигли дна на рынке недвижимости, то когда мы его достигнем? Очень сложно сказать, когда мы вообще чего-либо в жизни нашей достигнем, но судя как все происходит, я думаю, что формируя даже бюджет 2016 года, который мы там обсуждали буквально на той неделе и на этой неделе обсуждали, у меня есть такое ощущение, что никто точно ничего не знает, и все формируется чисто на бумаге. Значит, как мы будем двигаться в этом направлении, и где наше дно, и где ухудшение ситуации, очень сложно сказать. Мне кажется, что, наверное, второй, третий, четвертый квартал 2016 года покажет, все-таки достигли ли мы определенного какого-то дна, а, наверное, более тяжелый будет период, наверное, первый, там, второй квартал 2017 года. То я там точно понимаю, там, даже не своим умом, а то, что я очень много слушаю различных экспертов, экономистов, но никто ничего хорошего, там, на ближайшие 2-3 года нам никто ничего не сулит. Тем более, мы сегодня видим опять динамику падения очень резкой нефти, нашего основного богатства. При этом идет безумный, там, снова скачок цен, рост евро-доллара к рублю, наша национальная валюта снова начинает сдуваться. То, в принципе, это как раз показывает о том, что экономика в России очень нестабильная, и все, что тут в ней происходит, никто точно определить не может. Слушай, ну вот буквально на неделе Минэкономразвитие всех обрадовало, что в России случился рост ВВП в октябре месяце на 3%. Ну, периодически наша власть постоянно что-то говорит. Когда, я помню, была история, когда, помните, первые начались рост падения национальной валюты еще в том году, и там, министр финансов, хохоча на федеральных каналах, говорил о том, что мне очень жалко тех людей и бабушек, которые побежали покупать доллар по 36. Да, это бы, да, значит, мне сегодня ее очень жалко, потому что министр, там, или кто-то из Министерства финансов Российской Федерации сказал те вещи, которые на самом деле ничем не были подкреплены. И сегодня, я думаю, что бабушки и те, кто побежал покупать по 36, они сегодня смеются над этим высоким чиновником при сегодняшней, там, стоимости доллара, там, 65 рублей за рубля, 65 рублей за доллар. Да, то вот ни одно слово правды, к сожалению, в последнее время мы там, по крайней мере, я не слышу. Мне кажется, что там идет один популизм, и там, как говорится, мечты сбываются. Но, к сожалению, мечты, когда ты не занимаешься... Ну, мечты именно руководства нашей страны, они, к сожалению, может быть, у них-то и сбываются, но в экономике и у населения, я думаю, что ни одна мечта их не сбылась за последнее время. При этом мы должны там четко понимать, что сегодня ситуация говорит о том, что то, что происходит вообще сегодня там и в мире, и в экономике Российской Федерации, говорит о том, что, ну, походу, что мы эту ситуацию там уже профукали, уже начиная с 2011-2012 года, когда мы там увидели, что даже при высокой нефти ВВП в стране начало значительно падать. И объемы там всего и экономики, и промышленности начали останавливаться. То, в принципе, вот то, что мы сегодня получаем, и, в принципе, это уже кто этим занимался, и кто нормально смотрит за экономической ситуацией в стране, они уже это видели уже в 2012 году, о том, что на одной нефти страна выехать, к сожалению или к радости, никуда не смогла. Без развития экономики, промышленности и производства, развития малого и среднего бизнеса, ну, нельзя запустить те процессы экономические, которые, в общем-то, сегодня требуются в 21 веке. Ну, вот мы сейчас перейдем к нашим кировским темам, да, в частности, к темам, которые касаются ЗАГС Собрания. Хочу просто немного договорить. Ну, совершенно очевидно, что там правительству, чиновникам очень нужны позитивные информповоды. Поэтому, как только случился этот мизерный рост ВВП, они тут же о нем сказали и говорят, что вот у нас все скоро будет хорошо. Юрий, согласен. Если им нужен позитив, то они пускают со всех федеральных каналов и уберут агрессию, войну, убийства, разрывы, взрывы и различные те мероприятия, которые показывают по федеральному каналу. И везде будут мультики показывать? Не мультики. Я думаю, что вот если захотеть, то можно показывать и позитивные вещи, не обманывая население. Ну, хорошо. Давай перейдем к нашим кировским темам. Завтра пленарка ОЗС, последний четверг месяца. И, в частности, завтра будет рассматриваться законопроект налоги на имущество организаций. Предлагается увеличение ставок налога в 2016 году на 1%. Ну, точнее, ставка составит 1%, в 2017 году – 1,5%, в 2018 – 2%. Когда бизнес, общественники, торгово-промышленная палата обсуждали с чиновниками всю эту историю, то просили 0,7% ставку в 2016 году. Вот кто их не услышал? Чиновники, депутаты? Слушай, ну, очень сложно оценить, кто не услышал. На самом деле, я думаю, что тот депутатская часть ЗАГС Собрания, которая предложила больше 2,001%, мы сейчас с тобой говорим о неналогах, мы говорим о том, что изменение кадастровой стоимости юридических лиц имущества. Значит, это по-русски переводя, это получается, значит, будут платить определенный коэффициент с рыночной стоимости объекта. Значит, на самом деле, очень много было дискуссий, очень много было различных, как бы, разногласий, и понятно, что кого-то не услышали, а кому-то, наоборот, подчинились. То, что сегодня предлагается, это свыше 2,000 квадратных метров 1% от кадастровой стоимости. В общем-то, та часть депутатов, которая это предлагала, это, в основном, большая часть депутатского корпуса, она представляет определенную партию, как раз в этом все их интересы, они сошлись. Для них, в принципе, это очень комфортно, это очень, по большому счету, не так много, как казалось. Значит, и при этом я хочу сказать, что я тоже работал в этой комиссии, и у меня там было совершенно, ну, другое предложение, оно касалось дифференцированного подхода. Например, допустим, значит, я предлагал от 1,000 до 3 коэффициент 0,5, в связи с тем, что все-таки это есть и административные здания, и офисные, а свыше 3,000 и до бесконечности ставку 2 максимально. В общем-то, в среднем по температуре было 1,25. Потому что нельзя сегодня путем уравниловки привести там крупные компании олигархические, или там крупный бизнес, который у нас есть, значит, с большими площадями, с большой торговлей приравнять сегодня там к офисным или к административным зданиям, в которыми там занимаются люди совершенно, ну, в других финансовых возможностях. Слушай, а даже торговые центры взять, допустим, у них же очевидные проблемы, потому что бегут ревендаторы. Ну, на самом-то деле, мы вот сейчас обсуждали это. На самом деле, если мы возьмем за основу, допустим, с тобой Джанмол, к примеру, где средняя стоимость там квадратного метра составляет там 3,5-4 тысячи за квадрат в месяц, то при той нагрузке, которую даже предлагал я, максимальную 2, там нагрузка ложилась бы в пределах 70-100 рублей на квадратный метр. Ну, ты представляешь, что это совершенно там для собственника, но это небольшая нагрузка. В принципе, по большому счету, при сегодняшней ситуации, я думаю, что никак бы на арендаторах это бы не отразилось. Ну, просто бы собственник имел, допустим, на 100 рублей меньше свой доход, чем он на сегодняшний день имел, при этом он бы платил бюджет Кировской области или муниципальное образование, потому что муниципалитеты будут в основном. Значит, он будет как бы платить какие-то определенные деньги, потому что если взять сегодня Джан Мол, он вообще ничего не платит. При этом мы еще ему там даем... В каком смысле он вообще ничего не платит? Ну, практически никаких платежей у него там, бюджет не поступает, потому что он еще попал у нас под льготы налоговые, значит, налог на имущество, налог на прибыль, то, в принципе, у него все хорошо, мы ему там чуть ли не 50-60 миллионов каждый год еще списывали. Так что тут нельзя всех под одну гребенку, и то, что сегодня там по какой-то очень уникальной ситуации все большие торговые центры свыше 3000 квадратных метров оказались собственники, в основном членов партии «Единая Россия», то понятно, что все те предложения, когда мы говорим, что давайте разделим средний бизнес и крупный, потому что это немножко разные вообще в жизни условия, значит, потому что мы не говорим о малом, ну, ты представляешь, что сегодня там какой малый бизнес, который имеет 2000 квадратных метров? Да, такого нет малого бизнеса, да, вот если бы сказали 20 метров или там 200 метров... Я думаю, что это уже не малый. Это не малый, да, это вообще на самом деле не самые бедные люди Кировской области и там не самые нуждающиеся, то в данном случае здесь нужно было подходить все-таки здраво, разумно и именно дифференцированно. Для кого-то там эта ставка должна быть меньше, для кого-то максимально больше, потому что еще раз хочу сказать, что доходы совершенно разные у всех. Здесь пошли по очень простому пути, просто всех уравняли, и крупный, и средний, и, в общем-то, живите как хотите. Ты считаешь, что завтра этот законопроект будет принят в таком виде? Да, конечно, потому что большинство ЗАГС-собрания, это их предложения, это их интересы, и в данном случае они согласовали эту позицию с правительством Кировской области, они тоже говорят, что, в общем-то, мы готовы принять ту ставку, которая есть. А не считаешь ли ты, что очень скоро налог-то будет некому платить? Ну, вот, мне кажется, что скоро и жить-то уже некому будет, он по-нормальному, да? Количество, я на самом деле думаю, что тех предпринимательской среды, которая на самом деле работает без административного ресурса и без бюджетных денег, конечно, в данной ситуации им особенно тяжело. При том, что мы сегодня видим падающий рынок, мы видим всю эту экономическую чехарду, которая происходит в экономике, в первую очередь, и в экономике Кировской области, в том числе и города Кирова, то ситуация на самом деле будет ухудшаться, и на самом деле, как бы, задача-то основная, мне кажется, все-таки государство, помогать именно тем предприятиям и тем предпринимателям, которые на самом деле что-то производят, что-то создают, которые ничего не требуют от государства. Но когда им становится тяжело, государство должно им оказать помощь для того, чтобы эти предприятия через 2-3 года не превратились в пыль. А сегодня у нас голова только болит о торговле, о крупных предприятиях. Я, честно говоря, не очень понимаю, по каким принципам мы кому-то помогаем, а кому-то не помогаем. Допустим, я не понимаю, почему у нас до сих пор по многим, по населению не происходят какие-то процессы, которые должны были поддержать малоимущих. И особенно нуждающихся. Это инвалиды, это пенсионеры, это молодежь. Но ничего в этой среде не происходит. Ты, по-моему, говоришь об этом, не знаю, уже года 3. Я могу хоть в этом 20 лет, только, к сожалению, ничего не происходит. И то, что мы сегодня находимся в такой тяжелейшей экономической ситуации, в принципе, если посмотреть мои выступления по бюджету с 2012 года, я это уже предупреждал в 2012 году. И говорил о том, что все глупые инвестпроекты, которые мы запускали, и которые нас сегодня тянут почти под миллиард, это последствия каких-то легких принятий решений. Все думали, что это хи-хи-ха-ха, а на самом деле все переросло совершенно в другую. Мы сегодня, последние 2-3 года могли позволить себе то, что мы изначально не могли позволить. И сегодня мы продолжаем за эти движения рассчитываться. Мы тратим деньги. Вот что конкретно? Ну, к примеру, вот смотрите, значит, уже совершенно там всем понятно, что это в празднице лицей для одаренных детей. Да, в празднице. Значит, сумма, это практически проекта 360 миллионов рублей. Это по государству частного партнерства мы в 2-3 года будем выплачивать эти деньги с учетом процентной ставки. Да, вот не понимаю, какой может быть там для одаренных детей лицей в празднице. 360 легко. Значит, музей Воснецова, который мы там запустили проект, уложили 70 миллионов, так он фактически не заработал. Это там второе, вот сходу сейчас говорю сразу. Третье, значит, это безумная цена перевода котельных 4 котельных за 600 с лишним миллионов рублей в двух районах области. На самом деле переводить надо было, но цена совершенно не сопоставима с объемом вообще переделки. Вот уже практически миллиард. Да, вот точно так же мы сегодня говорим о том, что мы запустили в процесс там космический центр. Да, федеральный бюджет дал 150 миллионов. Все остальное наше. Сколько наше, никто не знает. Потому что сегодня идет строительство, сейчас мы дойдем до внутренней отделки. Внутренняя отделка будет очень дорогой по причине того, что там все, что там должно быть, оно все импортное. Да, сегодня там, мы уже говорили, национальная валюта рухнула и все подоржало в разы. При этом мы строим новый космический центр, и тут же мы видим, что у нас очень много памятников архитектуры и культуры в городе. Даже, да, Краеведческий музей, там, Кунсткамера, там, еще куча объектов, которые фактически уже рухнули. Да, мы на них не можем найти деньги на содержание того, что уже было еще сделано, там, имеет какую-то историческую историю. Это делалось там 100-200, там, сколько-то лет назад, да. В принципе, это то, что всегда было в городе Кирове и Кировской области. Мы их не видим, мы начинаем запускать новые проекты, при этом старые все культурные памятники, они просто валятся. Слушай, ну а тебе не кажется, вот ты говоришь про лицей для одаренных детей, про космический центр, тебе не кажется, что это же все делается для детей, то есть это вложение в наше будущее? Нет, смотрите, давай так, надо просто ведь целесообразность всего, эффективность это смотреть. Хорошо, а Краеведческий музей, который не работает в нашем городе уже 20 лет, он для кого вообще Дудой изначально создавался? Ну, он тоже же для наших детей? Да, мы говорим о том, что у нас сегодня там что-то не хватает, там, детских площадок, детских садов, да, мы сегодня видим там, даже те сады, которые есть, они, ну, вот у меня в округе 3-2 садика, я в них хожу там почти каждую неделю и вижу там, что на самом деле они из себя представляют. Ну, я вам скажу, что это садики не 21 века, то надо сначала все сделать то, что уже существует, привести в порядок, а потом уже двигаться, если нам не хватает денег в самой богатой стране, на какие-то вещи, да, а потом уже начинать что-то новое строить. При этом мы создаем какие-то новые объекты и видим тут же вокруг них 3-4 старых объекта просто рухнули. Тогда зачем мы создаем новые, если мы даже не можем содержать старые? Ну, как бы, понимаешь, во всем должна быть логика. Мне очень нравится выражение президента Беларуси, Лукашенко, по поводу, вот он, последних там событий с Украиной сказал, для того, чтобы захватывать чужие территории, надо сначала все свои его сделать. То вот это та же самая история. Если мы говорим о том, что... Это он про Крым сказал? Я, ну, не знаю, про что он сказал, может быть и про Крым, может и про Донецк Луганскому, ну, это его выражение, да, понятно, что они относились к Украине, то я хочу сказать, и в том числе к нам, то я не всегда понимаю, зачем мы тратим бюджетные деньги в таких больших размерах, при этом не создавая именно то, что уже было создано там нашими родителями, бабушками, дедушками. Ну, это же тоже культура, это же тоже для кого-то создавалось. То я не против, на самом деле, космического центра. Но по космическому центру там, как бы, есть куча проблем там, на самом деле, да. Главная проблема в том, что мы сегодня до конца не понимаем, сколько он будет стоить. При сегодняшнем тяжелейшем бюджете области для нас каждые там даже дополнительно 10-20 миллионов будут большой проблемой. Значит, мы с чего-то будем их снимать, с этих же там школ, там еще чего-то, со здравоохранения всего. Значит, потому что, как бы, есть задача, надо ее выполнять. Если бы мы врезались в эту стройку, значит, ее по-любому там правительство было доводить до конца. Но я не понимаю, как бы, некоторые вещи, тем более, мы же изначально, когда в это впихивались, мы же понимали, что бюджеты 14-го, 15-го, 16-го года будут тяжелейшими. То, я помню выступление первое в начале 14-го года, по-моему, премьер-министра Медведева, ну и неуважаемого, он сказал, что всем территориям надо прекратить любые инвестиционные проекты. Да, остановить все возможные там планы. Потому что, на самом деле, ситуация была тяжелейшим. Ну, мы же никого не слушаем, мы же всегда движемся своим путем. Ну, я к тому, что космический сан, на самом деле, может быть, и был нужен, но совершенно, может быть, не в сегодняшнем периоде, и совершенно не за такие деньги, которые сегодня, вернее, все, что мы даже не можем просчитать. Ну, я уже не буду говорить о том, что если бы и надо было строить космический сан, да, я два раза разговаривал с губернатором, не в том месте, куда его сейчас засунули. Его реально просто засунули. Я считал, что если бы мы уже и начали даже этот проект, то его надо было ставить там, на мой взгляд, где дворец Пионеров Мемориал. Громаднейшая территория, есть дворец Мемориал, и тут бы очень хорошо смотрелся космический сан, вся территория огорожена, есть подъезды автобусов, можно было детям передвигаться и все прочее, и та территория бы немножко облагородилась. С одной стороны, то ли стадион, то ли автосалон, с другой стороны, космический центр. К счастью, ну, смотрите, автосалона там точно нет, пока не идет стройка и по спортивному сооружению, я считаю, что это тоже нельзя было делать. Просто есть немножко разница, когда делает государство, это одно, когда делает частник, это совершенно другое. В данном случае, строительство государством космического центра, ну, гарантировало бы точно, что это был бы космический центр. Ну, хорошо, давай с тобой еще про налоговые каникулы поговорим. Также завтра вы будете рассматривать этот законопроект. Он предусматривает с 1 января 2016 года по конец 2020 года налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, которые регистрируются впервые. Да, есть такое. И есть даже цифра о том, что это простимулирует регистрацию 557 новых индивидуальных предпринимателей. Ну, у меня цифра 730. Ну, я взяла из свежих новостей на портале «Бизнес-новости». Я говорю, если не буду, там, 570, 730, хоть 800, без разницы, в основном. Значит, я так понимаю, что это как раз один из шагов, которые, как считаю… Ну, в помощь бизнесу. Ну, помощь, не помощь, но это попытка простимулировать именно вновь создавающее предприятие и дать им такую определенную льготу. Значит, конечно, расчет в первую очередь идет, так как посчитали, что фактически, вот по моим данным, что сегодня в тени находятся, не включая город Киров, примерно 730 предприятий. Похожие, кто занимается этой деятельностью. И как раз это дает возможность и надежду, то, что предлагается им перейти из теневого бизнеса в легальный, там, купить патентом и, как бы, какие-то определенные расходы свои все-таки поднести в интересах бюджета области. И я так понимаю, что это, как бы, задача, которая может принести какие-то дополнительные доходы в областной бюджет, хотя, честно говоря, как бы, у меня возникает вопрос, почему 730 этими предприятиями, про которых все знают, никто до этого работу не вел. Они же находятся там на территории Кировской области в муниципальных образованиях. И если там их знают... Дима, ну ты же знаешь, как зачастую это происходит в муниципальных образованиях? Ну, в муниципальных образованиях я знаю, как все происходит, но на самом деле, как бы, попытка, она как бы сделана. Какой будет результат, очень сложно оценить. И я думаю, что есть надежда, чтобы, в принципе, за счет этого мы не увидели, там, падение сегодня тех уже, кто зарегистрирован, типа, что они закрываются или уходят. Значит, чтобы вот этот баланс выдержать... То есть, да, что на что меняем? Шило на мыло? Да мы, в принципе, ничего не меняем. Мы просто пытаемся таким способом удержать то количество предприятий, которые сегодня работают по схеме, там, и патентной, и по упрощенной системе, оставить их именно в том количестве, которое они сегодня существуют на сегодняшний день, чтобы не было резкого падения в 2016 году. Ну, просто получается, что взять этот же пресловутый крупный бизнес, а не будут платить налог на имущество организации, пока дарят их стоимость. Для крупного бизнеса это, на самом деле, не проблема. Ну, понятно, что крупный бизнес и малый бизнес – это две большие разницы. Это равно. Ну, тут даже, знаешь как, тут больше там это относится даже... Ну, это микробизнес, на самом деле. Вот там все вот ограничения, там оборот не должен составлять больше 6 миллионов в год, да. Там количество людей, работающих на ВП, там, 15 человек. Это даже не малый бизнес, это микробизнес, да. В основном это сфера услуг, там, вот это все, значит. То в данном случае, я думаю, что, как бы, это определенная возможность им, как бы, провести легализацию. Насколько им это нужно, насколько это их спасет, очень сложно мне сейчас оценить. То мне кажется, что вот такие вещи надо было делать чуть раньше, а не когда настала там серьезная кризисная экономическая ситуация, когда мы там пытаемся каким-то задним числом что-то отмотать. Ну, я не могу оценить, на самом деле, эффект этой ситуации. Ну, просто, да, глядя на все то, что сейчас происходит в экономике, там, на действия правительства, любой индивидуальный предприниматель, посмотря на это, неужели он скажет то и правда, давай-ка я выйду из тени, потому что мне обещают налоговые каникулы. Ну, там два года, да. Ну, если он посчитает, что, как бы, что он хочет это сделать, он это сделает. Если он этого не хочет, тут же, смотри, я еще говорю, это микробизнес. Это вот там преподавание, там, дополнительных уроков, там, да, вот где ты его никогда и не увидишь, да. Пошел там, допустим, учитель подработает, потому что зарплата очень низкая, да. Ну, по идее, он должен купить, там, патент. Ну, а как ты его поймешь, откуда знаешь, что это, там, человек пошел? Нужно ему это, не нужно? Тут очень все относительно, на самом деле. Это определенные шаги, которые, как я думаю, что считает Министерство, там, экономики, и в том числе предпринимательство, то, что это, может быть, как-то сдержит именно то количество сегодня предпринимательства, которое на сегодняшний день зарегистрировано и которое оплатит какие-то, там, налоги. Ну, ты-то как считаешь, сдержит? Вот, я думаю, что это не сдерживающий фактор. Для сегодня, там, для сдерживания нужно, во-первых, это совершенно другую банковскую политику, потому что под те проценты, которые сегодня выдают малому и среднему бизнесу, там, и микробизнесу, кредиты, банки. Ну, давай смотреть правде в глаза, кое-кому просто не дают. Да, ну, я думаю, что большинству там не дают. То, понятно, чтобы что-то стимулировать и что-то сохранить, надо сделать, там, привести, там, определенные, сделать шаги, в том числе, там, и по налогам, однозначно. Второе, это, конечно, разобраться с банками. Почему наши деньги, там, лежат, допустим, государственные, там, в американских банках, там, по полтора процента, там, или даже еще меньше, годовых, да, а мы сегодня берем в наших банках, там, от 15 до 25 процентов, да. Как можно при таких сегодня экономической ситуации обрабатывать такие проценты? Никак нельзя. То, в принципе, там, государство должно, там, в лице, там, определенных, там, руководителей города и области, там, сделать, там, какую-то определенную доступность и в торгах, и отношения поменять к тем бизнесменам, которые не являются ихними. У нас же сейчас как все работает? Если, там, ты предприниматель, который близко, там, дружишь с кем-то, там, в администрации, там, города или области, у тебя, там, что-то получается, у тебя что-то происходит, да. А если ты не хочешь дружить или просто не дружить, у тебя ничего вообще не происходит, ты никому не интересен. То для того, чтобы всех уравнять и чтобы власть относилась ко всем одинаково, потому что любой предприниматель, любой, он дает рабочие места и налоги. И он кормит всех, а не чиновник кормит предпринимателей. То пока вот не поменяется вообще отношение к предпринимательству, к малому, среднему, вообще к людям, которые что-то производят и что-то делают, и банки не поменяет, и администрация не поменяет, там, руководство, там, области, города. Ничего происходить не может. Я предлагаю на этом прерваться, потому что у нас реклама сейчас по расписанию. Как раз те люди, которые нас всех кормят, расскажут о себе, и очень скоро мы вернемся в студию. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение депутата ОЗС Дмитрия Русских. Он все так же сидит напротив меня, и меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Пока мы разговаривали, Дима, с тобой в первой части нашей программы, нам поступил вопрос от Владимира Николаевича. Я сейчас его зачитаю. Дмитрий, ваш коллега Михаил Курашин на гражданском форуме не смог сформулировать смысл молодежной политики. Я предложил считать смысл молодежной политики воспитание трезвой, здоровой душой и телом целомудренной молодежи, для которой многодетная семья является идеалом. А как вы думаете, в чем смысл молодежной политики, чтобы было к кому жить в нашей области? Ну, если Михаил Курашин не смог сформировать, видимо, он тоже до сих пор, наверное, не понимает, в чем смысл вообще молодежной политики в Кировской области или в городе Кирове, или вообще в стране. У меня есть своё понимание от той ситуации, про то, что меня спрашивает человек. Я за то, чтобы у молодёжи было будущее. А будущее, оно в чём заключается? Это работа, семья и жильё. Когда это всё будет предоставлено молодёжи, они будут понимать, что если они будут работать, они смогут себе позволить заработать на квартиру, создать семью, расти детей. При этом государство будет к ним относиться именно как к будущему поколению, которое заинтересовано государством в том, чтобы детей было больше, чтобы семьи были крепче. Как раз это в моём понимании и есть государственная политика. То есть смысл молодёжной политики в создании рабочих мест? В первую очередь условия для того, чтобы были и одновременно и рабочие места, доступность к дошкольному образованию, чтобы было жильё, не как у нас стоит 60 тысяч за квадрат, а чтобы и цена была совершенно доступна именно по тем заработным платам, которые получают люди по своей профессии. То тут, в принципе, как бы счастье, что оно, та же птица. Вот это, в принципе, тот пакет, который, в общем-то, я считаю, что я бы тоже хотел иметь, если бы я был сейчас, допустим, в 17 или 18 лет. Для того, чтобы я понимал, для чего я учусь, что я буду работать, что я буду зарабатывать, и после того, как я заработаю, я смогу себе позволить и купить квартиру, и содержать машину, семью, и воспитывать своих детей. — Хорошо, Дим, понятно. Давай вернёмся к завтрашнему ЗАГСобранию. Транспортный налог. Один из твоих коллег, Виктор Женихов, предлагает отменить транспортный налог и взимать его в акцизах на бензин. — Да, ну, во-первых, Виктор Николаевич выходит не один из авторств, а со мной из Дубравина. Значит, это наше общее предложение. Оно связано, как у нас многие депутаты, когда что-то высказывается, то, что не нравится им, они говорят, что это популизм, и там все работают под камеру. — Значит, на самом деле, тут ничего такого нового нет. Объясню, почему. В 2012 году, когда формировался Дорожный фонд, да, значит, и создавался акциз на бензин, наш президент страны Владимир Владимирович Путин сказал, что с введением акциза на бензин транспортный налог будет сам по себе отменён. — Это и есть официальные его слова. При всём при этом за последние 3-4 года в этом плане ничего не происходило. Значит, у нас мы сегодня платим акциз на бензин, это примерно 2 рубля уходит наших денег, это именно на акциз на бензин. — С литра. — Да, с литра. Это примерно такой налог. Плюс мы платим транспортный налог, который у нас там по лошадиным силам. При этом хочу сказать, что уникальная ситуация, если нефть падает и во всём мире падает бензин, в нашей стране одно из самых добывающих... — Необъяснимые. — Необъяснимые процессы. У нас бензин подорожал только в этом году на 10%. При этом автострахование, вы тоже знаете, что выросло процентов на 50%. То вот если всё это сложить, то получается какая-то безумная ситуация, когда государство видит в автолюбителе какую-то дойную корову. Потому что ни в одной нормальной цивилизованной стране мира нет, чтобы автолюбитель облагался двойным налогообложением. То в некоторых государствах есть транспортный налог, но нет акциза. Но в большинстве цивилизованных стран и нормально думающих нет транспортного налога, есть только акциз. Что позволяет делать акциз? Независимо от твоих лошадей и сколько ты выезжаешь, ты платишь столько, сколько ты ездишь. Вот ты поехал сегодня в Казань. Заплатил и в общем-то всё хорошо. Много ездишь, много платишь. Потому что это всё в бензине. Потому что машина же на бензине работает. А у нас происходят такие чудеса, что ты может быть и не ездишь, особенно люди старшего поколения. Но ты должен платить и транспортный налог, ты должен платить эту дурацкую автостраховку, которая возросла в разы. Я сегодня знаю ситуацию, когда многие пенсионеры ездят фактически на свой страх и риск. Значит, в мае отвозят они свою там любимую бабушку в сад и потом её забирают с урожаем. Они не покупают, потому что дешевле, если может быть и их остановят, заплатить штраф 500 рублей, чем покупать эту страховку на два раза выездов в год. И точно такая же ситуация складывается и с бензином. То мы как раз и предлагаем, что сегодня мы видим, что экономическая ситуация в стране тяжела, населению становится тяжело. Все эти капремонты, все эти дополнительные налоги, плюсы постоянного подорожания ЖКХ, продуктов питания, медицинских, лекарственных препаратов. Оно приводит к тому, что доходы населения не растут, а нагрузка на население становится всё больше. То мы вышли с такой инициативой и обратились в Государственную Думу, что, наверное, пришло время всё-таки с автолюбителя снять двойную нагрузку. Оставить только акциз на бензин, при этом отменить транспортный налог. Дим, ты сам-то веришь в то, что его отменят? Слушай, я... Как тебе правильно сказать? Я, конечно, надеюсь, но в данном случае я во власть не верю, я верю в разум. То в данном случае тут уже вопрос такой чисто разумный. На самом деле то, что мы предлагаем, это разумно, это правильно. Ещё раз хочу сказать, что мы смотрели практику многих очень развитых стран, но нет такого нигде. Есть в основном акциз на бензин. Нет, я не говорю, что это неразумно, я просто не верю, что во время, когда бюджеты так дефицитные, власть возьмёт и отменит налог. Юль, а ты знаешь вот такую ситуацию? Если где-то прибывает, то где-то убывает. То в данном случае мы сегодня пытаемся с населения снять последние штаны и говоря о том, что у нас бюджеты пустые. Но извините, из-за того, что у нас бюджеты пустые, не население виноват. В этом, наверное, в экономике вот этой социальной жизни и вот в строении, что у нас происходило и почему мы остались без бюджетов фактически, да, ну, наверное, население меньше всего виноват. Ну, понятно, что не мы с тобой в этом виноват. Конечно, послушайте, ну, мы 12 лет жили при 140 долларов за баррель, да, на нас валился золотой дождь, я уж не раз говорил. Мне просто интересно, куда все деньги-то эти делись. Почему мы не создали производство, промышленность, почему мы не создали там импортное замещение, те предприятия, которые могли бы сегодня нас снабжать практически всем. Как это было, ну, к примеру, в Советском Союзе, да. Если был занавес, то мы хотя бы понимали, что мы там с голоду не помрем и на каких-то машинах поедем. Пускай это были не самые передовые технологии, но хотя бы что-то было. На сегодняшний момент мы сегодня четко понимаем, что в данной ситуации у нас бюджет пустой, с населения все больше и больше пытаются собрать денег, при этом население кряхтит, но пока платит. Ну, а оно в какой-то момент не сможет платить. То в данном случае легче сегодня это, как бы, дать вот эту слабину и какие-то лишние нагрузки с населения убирать, чем потом мы уже не в состоянии будем это население остановить. Ну, я подвожу к тому, что не надо доводить, как бы, людей до точки. А мы пытаемся сегодня за счет населения именно, как бы, пополнять свои, там, бюджеты, там, муниципальные, областные, там, городские и все прочее. Ну, это не самый правильный выход, на самом деле, ситуации. Ну, по большому счету, решить все проблемы, да. Нельзя за счет населения решить все проблемы. Хорошо, поняла твою точку зрения, у нас осталось 4 минуты, давай еще про общественную палату поговорим. С понедельника в общественной палате Кировской области новый секретарь. Это Дмитрий Александрович Курдюнов, главный врач Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Вот, оцени, пожалуйста, кандидатуру нового секретаря. Ну, слушай, вообще у меня свое, там, отношение к общественной палате. Я уже как-то месяца 3 назад на Эхо рассказывал, как мы, как вообще она формировалась через ЗАГС-собрание, и кто ее формировал. Значит, я хочу сказать, что, в принципе, как бы, вот именно, если говорить про Курдюмова, я его знаю довольно-таки очень давно. Как руководитель системы здравоохранения, когда он работал главой департамента здравоохранения Кировской области, как руководитель, конечно, Дмитрий, ну, на мой взгляд, очень высокого уровня человек. И мне, он нам всегда симпатизировал, потому что он непосредственно был приписан к социальному комитету, он часто и выступал, и докладывал, и все. Нам всем очень нравилось, как он вообще работает, как он вообще мыслит, как он двигается именно по направлению, там, развития здравоохранения в Кировской области, и в том числе сейчас, как развивается наша травмбольница, да. Тут вопросов нет. Я считаю, что он один из лучших. Это моя точка зрения. Как он будет работать секретарем общественной палаты, я до сих пор понять не могу. Это немножко разные вещи. И я боюсь, что как бы у Димы не получилась ситуация, что он и не там, и не тут. Потому что, на мой взгляд, то, что сегодня происходит, и как работает общественная палата, это очень надо много времени и сил отдавать именно в работе, как секретарь тем более. При этом однозначно возникнут проблемы интересов. Потому что общественная палата, она иногда обсуждает столько много различных вещей, касающихся, там, и Кировской области, и города Кирова, когда всё-таки в большинстве случаев она должна занимать позицию не власти, а общественности. И как это всё тут у него срастётся, и как это всё ляжет, я, честно говоря, не очень сильно понимаю. На мой взгляд, что если Дима решил попробовать, ну, это его право. Но я считаю, что это очень будет сложно и очень будет трудно. Ещё про замов хотелось с тобой поговорить. Про замов там ещё больше интересно. Я когда увидел, кто два зама, он меня ещё больше там поразил, как вообще и замы-то эти будут работать. Ты сейчас про Эдуарда Носкова и Виктора Савиных. Да, я считаю, что вот эти два зама, они совершенно, как бы, работают совершенно, ну, у них обоих крупные предприятия. Они, в общем-то, люди самодостаточные, у них, в общем-то, всё, надеюсь, хорошо. То почему было принято решение по ним, честно говоря, тоже не совсем понимаю. Ты имеешь в виду, что у них не будет времени просто банально заниматься? У них не будет и времени, и по каким-то принципиально важным вопросам у них не будет и желания их разбирать. Потому что, я ещё раз говорю, что общественная палата в последнее время, вот, она была таким конфликтом интересов различных, там, да, там, потому что очень сложно собрать там все точки зрения. А воедино, все заинтересованные. Конечно, конечно. И тут надо постоянно, на мой взгляд, производить такие определённые, как бы, боевые действия. Ну, на мой взгляд, что при сегодняшней ситуации и при тех, кто, там, как бы, находится и в замах, и сам Дима, всё-таки он работает в бюджете, надо это не понимать, да, да, конечно, боевые действия какие-то очень сложно будут производить. Ну, ты имеешь в виду, что идти, например, и спорить, там, не знаю, с губернатором. Спорить, доказывать. Может быть, иногда придётся и ругаться. Ну, а как иначе? Это общественная работа, ты должен чётко понимать, что, как бы, ничего личного. Ну, я надеюсь, что, на самом деле, это понимают и, там, руководители, да, и власти города и области, и все те, с кем Дмитрий Александрович будет работать. Я, на самом деле, тоже к нему очень хорошо отношусь. Желаю терпения. Ну, да, и удачи, на самом деле, потому что, как бы, он взял на себя такую сильную ношу, которую надо пронести. Я бы даже сказал, что Крест, при этом, зная его, то, как бы, он такой человек упертый, он человек такой, в принципе, принципиальный. Вот как он тут всё это сможет удержать и как это сможет всё, как бы, выдержать, ну, покажет время. Я предлагаю на этом закончить, тем более, что это самое время у нас вышло с тобой. Это было особое мнение Дмитрия Русских, депутата ЗАГС Собрания. Я благодарю тебя за эфир. Да, Юлия, вам спасибо, всем слушателям. Надеюсь, что мы были интересными сегодня. Программу для вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. Спасибо.